Что же, ну вот и состоялся выход нового трейлера Венома. Я напомню вам, что картина выйдет в прокат 7 октября, ну и соответственно именно в этот день состоится выход первого отдельного сольного фильма про врага Человека-паука. Да и в целом, наверное, первый фильм про злодея одного из самых популярных супергероев мира. Это случится в 2018 году, однако это могло случиться аж еще 10 лет назад. Тот Веном, которого мы увидим через пару месяцев, это итог практически 10-летних мучений, связанных с попытками создать кино про этого героя. Сегодня я расскажу вам про отмененные фильмы про Венома, один из которых должен был стать продолжением Человека-паука 3, а другой битвой Венома и Карнажа во вселенной нового Человека-паука. Итак, на дворе был 2007 год. У Сони только что вышел Человек-паук 3, который принес компании большие деньги и вместе с этим не самую лучшую критику. Фильму тогда за многое досталось, в том числе из-за слабого Венома. Однако, у компании был свой взгляд на ситуацию. Она понимала свои ошибки касаемо Венома, но вместе с этим видела в нем массу перспектив, которые находили свое отражение в создании отдельного сольного фильма про этого персонажа. Но это были лишь планы. Все изменилось после выхода «Темного рыцаря» в 2008. Сони увидели, как много может значить злодей для супергеройского фильма, или вернее, какой финансовый потенциал имеет качественное воплощение злодея на экране, которое потом перетечет в продажи мерчандайза с ним. Что касается исполнителя главной роли, Сони не были уверены в тофере Грейси, однако его все же не стали списывать со счетов. Переговоры по его появлению в фильме велись на протяжении всего периода производства картины. В сентябре 2008-го Сони наняли Пола Верника и Ретта Риза написать сценарий для фильма. Год над проектом царила тишина, и в сентябре 2009-го эти двое сделали первое заявление по поводу сюжета Венома. Они рассказали журналистам, что уже готовы два разных черновика картины, и оба лежат на столе у Сони. Ну а через месяц начались классические вещи, свойственные компании Сони. Они объявили, что Гэри Росс, который только что написал сценарий для Человека-паука 4, который, к слову, отвергли и отправили на переписывание, перепишет сценарий Пола Верника и Ретта Риза, так как сотрудничество с ними над проектом разорвано. Позже Верник и Риз расскажут, что из себя представлял их Веном. Это был очень смелый и странный проект, который вряд ли когда-либо экранизируют в том виде, каким мы его видели. Например, у нас была одна такая сцена. В определенный момент фильма сам симбиот путешествовал по городу и сливался со случайными людьми. Те становились крайне агрессивными и могли даже напасть на кого-нибудь на улице, а симбиот отцеплялся и переходил к другому человеку. Это было действительно неплохо. Конец цитаты. Что касается работы Росса, то он решил сфокусироваться на создании образа самого Венома и увести его в сторону антигероя. Работа над фильмом велась, но через какое-то время Сони объявили о перезагрузке франшизы о Человеке-пауке. Вместе с этим закончились и переговоры с Тофером Грейсом. Теперь, в силу перезапуска, он уже не мог вернуться к роли Венома. Что касается самого проекта, было решено попробовать как-то вплести его в историю вселенной нового Человека-паука. Помимо этого, Сони видели Джоша Транка режиссером Венома. Это человек, который в 2015 вместе с Фокс создаст фантастическую четверку. После премьеры нового Человека-паука прошел год, и в 2013-м продюсеры Сони впервые поделились планами на создание отдельного фильма про зловещую шестерку. Ну и Венома, конечно, они также не забывали. Ну а что было дальше, вы все и так прекрасно знаете. Планы по созданию собственной паучьей вселенной, проект под кодовым названием Веном Карнаж, который, по словам источников Дедлайна, мог выйти в 2017-м году, слухи о назначении Джима Керри на роль Карнажа, и благополучное закрытие всей вселенной нового Человека-паука, но и переход прав от Сони к Марвел. Как я уже сказал, нынешний Веном – это итог многолетней, мучительной работы. Скорее всего, какие-то вещи из отмененных сценариев будут и в картине этого года. Что касается несостоявшихся Веномов, хочется отметить один концепт-арт внешности героя. Как вы понимаете, Веном, если бы все сложилось иначе, вполне мог бы выглядеть как-то так в одном из своих фильмов. А теперь итоги. Хорошо ли, что Веном так и не состоялся раньше? Знаете, думаю, определенно да. Потому что действительно, лучшее время для выхода отдельной картины про этого героя – сейчас. Выпустя они фильм в 2009-2010, там бы через год произошло закрытие франшизы с Магвайром, и куда бы выделить своего Венома. Снимая кино в 2014-2015, через пару месяцев Сони объявили бы о партнерстве с Марвел, и вновь получается фильм в никуда. Сейчас же Человек-паук чувствует себя максимально уверенно и стабильно. Никаких перезапусков в ближайшие годы не планируется. У Сони контракт с Марвел минимум на три фильма, третий из которых раньше 2021 года точно не выйдет. Уже состоялся выход Дэдпула, который всем доказал, что нестандартное кино про антигероев может приносить деньги. Сони, заключившие выгодный для себя контракт с Марвел, кино снимают Марвел, в то время как все деньги с фильмов про Человека-паука идут в Сони. Но у тех нет прав на мерчандайз по этим картинам. Могут попробовать пойти на риски с тем же Веномом. Да и сам Веном. Создатели продолжают ходить вокруг да около, всячески намекая, что если бы, да а бы, то Веном вполне может и встретиться с Человеком-пауком Тома Холланда в один прекрасный момент. Поэтому ждем октября. Что же, ну а на этом все. Пишите мнение об услышанном в комментарии. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Смотрите обзоры игр про Человека-паука и проекта про Дэдпула. А также ждите новые видео на тему каких-нибудь отмененных вещей. Вступайте в нашу группу во Вконтакте и подписывайтесь на мой инстаграм. Всем удачи и пока.